Мятеж Евгения Пригожина остаётся актуальной темой в западных кулуарах. В понедельник стран Евросоюза согласовали увеличение объёма военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро. Ссылаясь на попытку бунта, предпринятую в выходные ЧВК «Вагнер», Жозеп Боррель подчеркнул, сейчас поддержка Киева важна, как никогда прежде. Все знают, что происходит в России. Важно понимать, что это раскалывает российскую военную мощь и влияет на её политическую систему. Ничего хорошего нет, когда такая ядерная держава, как Россия, может войти в фазу политической нестабильности. Это тоже нужно принимать во внимание. О продолжающейся нестабильности в России, несмотря на завершение мятежа, говорят и в США. По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, нестабильность может сохраняться достаточно долго. Мы также видим, как на поверхность поднимаются глубокие вопросы о самих предпосылках этой российской агрессии против Украины, которые Пригожин озвучил совершенно публично, а также прямой вызов авторитету Путина. Я думаю, что мы увидели ещё больше трещин на российском фасаде. Есть множество новых вопросов, которые Путину предстоит решать в ближайшие недели и месяцы. В Германии также внимательно следят за событиями в России, связанными с попыткой вооружённого мятежа. О последствиях войны в Украине для Кремля сегодня говорила и министр иностранных дел ФРГ Аналена Бербак. Жестокой агрессивной войной Россия и Путин уничтожают свою собственную страну. Мы видим разрушительные последствия российской агрессивной войны, в том числе и для путинской системы власти. Мы видим, как они возвращаются бумерангом, и мы видим огромные трещины в российской пропаганде. При этом европейские политики предостерегают от спекуляций по поводу ситуации в России, говоря, что необходимо следить за развитием событий. А некоторые призывают представить конкретный план по укреплению восточного фланга Евросоюза. Это особенно важно для стран, которые имеют общие границы с Россией и Белоруссией. Что нам нужно сделать, так это не отвлекаться на такие события, поскольку они могут повториться в будущем. Всё, что нам нужно делать, это сохранять фокус на Украине и фактически удвоить нашу помощь Украине. Знаете, чтобы перебросить военную колонну на расстояние всего 200 километров от Москвы, потребовалось полдня. Представьте, как быстро они могли бы пересечь Беларусь и появиться на границе Литвы. Поэтому, безусловно, мы очень просим наших союзников серьёзно оценить нашу ситуацию в свете всего, что происходит в России. Ещё в марте стало известно, что Кремль планирует разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие по просьбе Лукашенко. Первую партию такого оружия на территорию Беларуси могут завести в начале июля. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в эти дни находится с визитом в Литве, Альянс мониторит ситуацию в Беларуси. Мы осуждаем заявление России о развертывании ядерного оружия. Это безрассудно и безответственно. Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Но НАТО сохраняет бдительность. В минувшую субботу после переговоров с Лукашенко Евгений Пригожин остановил движение наёмников на Москву. А Песков заявил, что глава ЧВК Вагнер уедет в Беларусь. Однако до сих пор информации о местонахождении Пригожина нет. Субтитры создавал DimaTorzok